КОНЕЦ 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 И то, что сейчас я хорошо себя чувствую на корте и вообще как бы играю довольно-таки неплохо, как бы меня очень сильно радует. А насколько комфортно вам это покрытие? Уже задавали этот вопрос, но как-то поподробнее охарактеризируйте, насколько оно соответствует вашему стилю игры и технике ваших ударов? Она тоже имеет свою специфику. Я как бы люблю играть на таком харде, который положен на досках. Он не сильно быстрый, но не сильно медленный. То есть как раз такая средняя скорость, в которой мне комфортно. И также отскок. Не слишком высокий, не слишком низкий. И тем более в зале как-то я всегда себя хорошо чувствовала, поэтому как бы играть мне здесь очень комфортно. А что для вас значит эта победа? Все-таки Арина Соболенко сейчас занимает... Здесь она первая сейная, второй номер мирового рейтинга. Что в вашем личном плане? Насколько это важно для вас это достижение? Или это просто очередной выигранный матч, не более того? Ну нет, это конечно много для меня значит. Тем более после особо неудачной череды турниров и матчей, как бы обыграть все-таки вторую ракетку и выйти в полуфинал здесь в Москве, как бы много для меня значит. Коллеги, я хотел бы передать слово нашему третьему этажу. Пожалуйста, представляйтесь, подходите к микрофону. Я надеюсь, связь у нас будет работать четко. Евгений Федегов, коммерсант, пожалуйста, вам слово. С победой вас, Катя. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, тот факт, что вы остались последней россиянкой на этом турнире, вам помогает или мешает? Ну, если честно, я об этом не задумывалась и, скорее всего, не буду задумываться, потому что, как бы, чем меньше ты думаешь на корте, тем лучше. И я поэтому просто буду пытаться сфокусироваться на игре и ни на чем более. Коллеги, я знаю, у нас есть еще журналисты там наверху. Пожалуйста, Леонид. Екатерина, поздравляю с победой. Конечно, победа над ракеткой мира даст вам дополнительную уверенность в своих силах. Следующий ваш соперник будет или Симона Халип, или Мария Закария, тоже очень сильные соперницы. Как вот вы оцениваете будущего соперника и с кем из них вы бы, может быть, предпочли бы играть? Они еще не сыграли, только пошли играть, поэтому как-то тяжело еще сказать. Надо посмотреть, кто из них выиграет и уже потом отталкиваться от этого. Еще вопросы, Леонид, есть? Коллеги, я приглашаю, я знаю, там еще есть у нас журналисты. У меня тоже, конечно, есть вопросы, но, может быть, вы их захотите еще задать? Хорошо, тогда у меня был вопрос. Скажите, пожалуйста, останутся ли у вас силы для такого важного командного турнира, как Кубок Федерации? Хотя теперь он называется Кубок Билли Джин Кинг, все-таки конец сезона, сможете сохранить энергию, чтобы помочь нашей сборной? Ну, почему нет, выиграть этот трофей, в конце концов, мы имеем на это право. Энергию, конечно, я сохраню, мне кажется, я только начинаю разыгрываться, поэтому то, что мы будем играть на следующей неделе, я думаю, что будет только в плюс. Вот наш коллега, молодой Антон Пичугин из ТВ-центра, просит задать вопрос, не получается связаться по Зуму. Вопрос такой, какие слабые стороны вы заметили у Арины Соболенко именно в этом матче, которыми вы воспользовались? Именно в этом матче, но, скорее всего, наверное, передвижение по корту, как-то я заметила, что Арина сегодня была, может быть, не в лучшей форме и пыталась это использовать, особенно противоход сегодня работал довольно-таки неплохо в какие-то моменты, поэтому, скорее всего, да, вот движение. И последний вопрос, я задавал его вам уже почти год назад, все-таки еще раз задам. Вам очень идет новое платье от Фила, вот какие у вас отношения со спонсором, наверняка они довольны сотрудничеством, может, какие-то новинки для вас подготовили в этом сезоне? Ну, платье мне тоже нравится, оно очень такое интересное. Отношения, все прекрасно, я всем довольна, и, ну, я, конечно, не знаю, что нас будет ждать в следующем году в плане формы, но я надеюсь, что, как бы, хуже точно не будет. Ну, что ж, спасибо, Катя, за победу от имени всех российских болельщиков, спасибо за ответы и желаем вам, Катя, удачи в следующем матче. Спасибо. Спасибо. Спасибо.